Отличный результат показали наши боксеры на отборочных соревнованиях в Виннице. Из четырех поехавших на турнир, трое стали победительными и готовятся к чемпионату Украины. Конечно, с каждым из них мы немножко пообщались. Первым – Ефрем Кудрин. Пожалуй, самый активный, уверенный и категоричный в суждениях. Занял первое место в своей весовой категории. Далось легко? Ты съел его, как и обещаешь, всех боксеров на завтрак? Или все-таки было тяжеловато? Нет, было тяжеловато. Я провел три боя с одним с Киева и два с Винницы. Кто был сильнее, честно? Кто-то в финале был? Нет, в полфинал. Я продышался все три раунда. Было, конечно, тяжело, но я выиграл. Но мне радует, что у тебя, кроме самоуверенности, появляется еще и ответственное отношение к боксерам. Потому что раньше ты как-то говорил, дай я их там всех на завтрак. Сейчас уже понял, что не всех можно на завтрак. Кого-то надо на обед оставить. Ну, нельзя так говорить. Есть, конечно, я сильнее, меня сильнее есть. На каждую силу есть сила. О, отлично. Молодец. Следующее соревнование какие? Следующее соревнование будет чемпионат Украины. И ты постараешься? Я постараюсь выиграть. Буду максимально красивые бои показывать. Буду стараться, да. То есть не только победа, но и красивые бои? Влаживаться, да, будем во всем. Молодец. Тогда мы тебя поздравляем. Мы желаем показать красивый бой и приехать чемпионом Украины. Да, спасибо большое. Я благодарен всем земным и небесным покровителям. А это бой с участием Дениса Щукина. Более рассудительного, хитрого боксера. Тоже победитель отборочного турнира. Этот чемпионат был не очень тяжелый. Хоть я и провел три боя. Боксировал я с двумя киевлянинами и с одним винницким. И кто последнее был? Ну, я понял, абсолютно сильный ты, но из них самый серьезный соперник. Был киевлянин, с которым я стоял в полуфинале. То есть я смотрю полуфиналы. Вот у вас в соревнованиях были сильнее чемпионалы даже получили? Ну да. Дальше у нас будет чемпионат Украины 23 числа. Я собираюсь победить. Всех? Да. Вот тренер говорит о Европе что-то так. Ты слышал? То есть ты готов вообще, чтобы защищать Украину, честь Украины на Европе? Ну да. Обязательно победить? Ну естественно. Или хотя бы призером стать? Да, хотя бы победить. Хотел бы победить? Да. И еще один случайный победитель турнира Родион Свербов. Это был отборочный турнир на Украину. Всего у меня было два боя. Первый с киевлянином, а второй с Песковки. С Песковки, да? Да. С Песковки у нас ребята приезжают, да? Ты с ним случайно не встречался на наших турнирах? Нет, на наших не встречался. Встречался на области. На области? Да. Даже в финале тренер подсказывает, да? Да. Как, кстати, тренер? Нормально у тебя? Да. Мне очень нравится. Мне очень нравится, да? А ты тренеру нравишься? Ну, вроде да. А, ну раз берет на соревнования, на отборочный, значит нормально, да? Да. Ну тренер хороший. Очень хороший. Понятно. Слушай, у тебя следующий этап, это чемпионат Украины, насколько я понимаю. Да. Какие у тебя планы на чемпионат? Ну, надеюсь на победу. Надеюсь на победу? Конечно. Вы все втроем собираетесь в маленький Славутич привезти три золотые медали чемпионатов Украины? Конечно. Все должны знать о Славутича. А вот Данила Рыбченко занял только третье место. И, естественно, мы у него поинтересовались, что помешало стать чемпионом, так же, как и его товарищам? Были противники очень сложные. У тебя? Да. Да, у них послабее получается. Нет, тоже были. Тоже? А тебе вообще не завидно им, когда они говорят, а вот мы чемпионами, мы чемпионами Украины станем? Нет. Нет. Ты переживаешь, когда вот они на ринге? Да, чтобы они выиграли. И они за тебя тоже переживают? Думаю, да. Ну, я так понимаю, на чемпионат Украины ты не попал, потому что третье? Нет, не попал, да. А ну, к следующему турниру будешь готовиться? Да, и попаду в Перу. И попадешь? Да. Ты младше возрастом, поэтому у тебя еще есть как бы год запаса, да? Поэтому, может быть, в следующий раз, через год мы будем брать у тебя интервью, как уже, ну, сначала у победителя отборочного турнира, а потом у чемпиона. Да. А как ты думаешь, вот они сейчас не слышат, они станут чемпионом Украины? Ну, так, по-профессиональному, скажи мне. Думаю, да. А в финале, конечно, поздравили нашего тренера с отличным результатом. Трое победителей из четырех участников. Результат отличный, потому что всего было в области шесть, это у нас шесть золотых медалей. Шесть золотых, из них три поехали в Славутич. Вот они у тебя самонадеянно так говорят, что вот трое из них станут чемпионами Украины. Как ты думаешь, шансы есть? То есть ты, ну, трезво смотришь на эти вещи, видел соперников, знаешь, силы. Ну, шансы всегда есть, как они будут сейчас готовы, как подойдут. Уже тут осталось три недели. Ну, мы уже начинаем готовиться. Шансы есть, что в нас, в случае, будут три чемпиона Украины? Ну, шансы всегда есть. Там будет видно, это бокс тут. Там не подарки тоже уже. Это восемь регионов в Украине. Там в каждом весе будет по 16 боксеров. То есть четыре боя. Это уже Украина отборочная к чемпионату Европы. А Европа пройдет в июне месяце уже в Ирландии, в Северной. То есть победители, если они станут победителями, то они поедут на чемпионат Европы, ну, 99 процентов. Да, то есть все победители 99 процентов едут на чемпионат Европы. Какие у тебя еще ближайшие планы? Я слышал, еще один турнир, ты задумал. Планируется сейчас матчевая встреча у нас где-то на конец апреля, начало мая. Хотим посвятить памяти нашего товарища, он первый мастер спорта. Славутища вообще, да, первый мастер спорта. Хотим провести его память и матчевую встречу. С командами городов Украины и Германии. Я хочу сказать спасибо городскому совету нашему депутатам, всем во главе с Фомичевым Юрием Кирилловичем, за то, что приобрели нам, вернее, выделили деньги на приобретение инвентаря спортивного. Отдельное спасибо еще Елене Радченко, которая нам помогает в наших вопросах. Ну и всем большое спасибо. Остается еще раз поздравить наших боксеров с отличным результатом и ждем чемпионов Украины. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал!